ОПЕК и Россия решили увеличить объемы нефтедобыч в результате давления со стороны Трампа. Генри Фэй, Дэвид Шепард, Финанси Альтимес, Великобритания. 26 мая 2018 года. ОПЕК и Россия намерены увеличить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки, чтобы снять напряжение на рынке, из-за которого цены поднялись до уровня выше 80 долларов за баррель, а со стороны США зазвучали призывы проявлять сдержанность. Хотя решение об увеличении нефтедобычи будет оформлено лишь в следующем месяце, для нефтяного картеля и его союзников, которые с начала прошлого года сокращают запасы, оно является резким изменением политики. Считается, что увеличение добычи компенсирует объемы, потерянные в связи с проблемами поставок из Венесуэлы и Ирана после введения санкций. Этот шаг будет рассматриваться как победа президента США Дональда Трампа, который в прошлом месяце обрушился на ОПЕК с критикой за искусственное завышение цены и надавил на союзников США в Персидском заливе, включая Саудовскую Аравию с тем, чтобы обеспечить дальнейшие снабжения нефтяных рынков в достаточных объемах. В пятницу на фоне этих новостей цены на нефть упали более чем на 3%, при этом нефть марки Brent подешевела и торгуется на уровне около 76 долларов за баррель. Цены на нефть в ближайшем будущем будут снижаться вследствие смягчения картелей и ограничений на поставки, говорит Ашли Келти. Ашли Кельты, из американской компании Чантер Фитцгерлт. США заявили, что в то время они консультировались с производителями, чтобы обеспечить дальнейшие поставки на нефтяные рынки в достаточных объемах, что было воспринято как явный намек на союзника Вашингтона, Саудовскую Аравию. Могущественный наследный принц королевства Мохаммед бин Салман, Моаммед бин Салман, пытался повлиять на США, чтобы те действовали более жестко в отношении Ирана, но президент США стал проявлять беспокойство по поводу влияния роста цен на бензин, учитывая, что цены на сырую нефть выросли за год более чем на 50%. Решение об увеличении объема добычи и производства было принято вчера вечером в ходе встречи министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха, Халид Аль-Фали, со своим российским коллегой Александром Новаком в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, во время которой обсуждался первоначальный план по увеличению объемов добычи. Фалих заявил в пятницу, что им нужно скорректировать политику, поскольку нефтяной рынок изменился. В соответствии с принятым решением, производители, имеющие резервные производственные мощности, по всей вероятности, повысят объемы добычи на 1 миллион баррелей в сутки, или примерно на 1% от мирового спроса на нефть. Хотя эта цифра может быть и ниже в зависимости от того, как они будут рассчитывать свои производственные планы. Официальная встреча представителей ОПЕК России должна состояться 22 июня в Вене. Обе стороны подчеркнули, что это не означает прекращение их сотрудничества, в результате которого Россия, крупнейший экспортер нефти, не являющийся членом ОПЕК, в конце 2016 года согласилась помочь картелю остановить падение цен, наблюдавшиеся на протяжении длительного периода. Это было сделано в рамках соглашения, достигнутого в том числе и между президентом России Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем. В результате соблюдения условий соглашения, заключенного между ОПЕК, Россией и рядом мелких производителей, не входящих в состав картеля, которая первоначально предусматривала суммарное сокращение объемов добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки, план сокращения был выполнен более чем на 150% за счет сокращения добычи в других странах. При этом Саудовская Аравия сократила добычу в соответствии со своим целевым показателем. Агентство Reuters, Reuters, цитирует слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркинда, Моамед Баркинда, который сказал, что на заявлении Трампа, опубликованное в прошлом месяце в Твиттере, картель ответил, что мы гордимся тем, что являемся друзьями США.